Продолжение следует... ...за того, что происходит в образовательных технологиях Китая, что разрабатывается. Мы ждали чуть-чуть больше компаний, но часть из них не доехали из-за китайского дня, национального дня, праздника и так далее. Но с нами сегодня очень интересная компания, я сейчас представлю. Один момент, который важно понимать, почему делаем фокус на Китае. Если внимательно посмотреть то, что происходит в Китае, идет действительно огромный рост образовательной индустрии, онлайн-образования и технологий. Причем качественный рост, а не просто рост масштаба. Качественный рост требует от китайских компаний инвестировать в технологии. В технологии называют это, в общем, искусственным интеллектом, но разные очень интересные вещи, которые начинаются от оценки уроков, проводящих, которые проходят онлайн автоматически системой, до оценки того, что пишут, то, что говорят и, в принципе, адаптивных систем обучения. Сегодня мы про это поговорим. Мы перейдем на английский язык. Итак, сегодня мы погрузимся в ситуацию на китайском рынке. Одна из компаний представит, что они делают и как они делают, и как видят прогресс Китая, а потом у нас будет возможность ответить на вопросы. Я с удовольствием представляю Ивон Ляо, представляющий компанией Squirrel AI. Это компания, которая оказалась в заголовках многих средств массовой информации. И, пожалуйста, вам слово. Мы с удовольствием вас послушаем. Пожалуйста. Прежде всего, доброе утро, дамы и господа. Я из Шанхая. Лететь долго, знаете ли. Я первый раз в Москве. Очень мне здесь все нравится. Очень красивая у вас столица. И для меня большая честь. Я, знаете, чуть было не смогла прилететь, но, тем не менее, смогла. Очень этому рада. Действительно, хотелось бы поделиться с вами тем, как искусственный интеллект может помочь будущим студентам становиться более знающими, чем сегодня. Здесь вы видите краткую информацию обо мне. Я из Шанхая. Мы очень молодая компания. Мы созданы были в 2015 году, всего 4 года тому назад. На сегодняшний день у нас около 2000 с небольшим учебных центров в различных городах Китая. Более 2 миллиона студентов в сумме. И сейчас я буду представлять вам информацию, основанную на имеющихся у нас данных. И также хотелось бы поделиться с вами информацией о наших планах. Здесь вы видите архитектуру движка искусственного интеллекта, состоящую из трех уровней. Антологический уровень, на котором мы имеем карту контента, карту обучения и карту ошибок. Иногда студенты делают одни и те же ошибки, допускают одни и те же ошибки, но по совершенно разным причинам. И мы пытаемся классифицировать и понять, почему те или иные студенты допускают ту или иную ошибку. И говоря о учебных целях, в традиционных системах они фиксированы, правда? Ну, не на 100%, но практически на 100% фиксированы. А благодаря тому, о чем я сказала выше, большинство студентов достигают своих учебных целей, и адаптивное обучение с помощью искусственного интеллекта реализуемо, потому что позволяет адаптировать цели к тому, что он реально может на данном этапе. Мы также можем отслеживать, каков прогресс каждого учащегося на каждом этапе. Это первый этап. Следующий этап – это этап алгоритма, вернее, уровень алгоритма, где мы начинаем с наноуровня разбивки, допустим, математика, 300 точек знаний. Но, как вы знаете от нашего коллеги из США, можно разбивать каждый предмет на 3000 точек данных. Причина, по которой мы разбиваем на такое большое количество данных каждый предмет, в том, что это позволит нам более четко представлять себе сильные и слабые стороны каждого учащегося. Понимая сильные и слабые стороны каждого учащегося, мы в дальнейшем предоставляем более подходящий контент, подходящие потребности, навыкам, возможностям каждого учащегося для максимального прогресса каждого из них. И в течение часа или двух система обновляется, каждодневно проводит редизайн учебной траектории каждого студента, и это все позволяет нам динамически проводить изменения. И, отвечая на одни и те же вопросы, разные студенты получают разные учебные результаты. Мы это учитываем. И, наконец, третий уровень – это пользовательский интерфейс. Мы используем средства сбора событий в реальном времени, Real-Time Event Collector. Это интегрированный анализ поведения, и мы пытаемся использовать каждую возможность для понимания поведения, учебного поведения от движения курсора до движения зрачка глаза и до всего остального. То есть все это пытаемся учитывать. Здесь вы видите сочетание человека и искусственного интеллекта, такой вот учитель на базе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект подсказывает различные траектории, различные средства исправления ошибок, диагностические аспекты, диагностическое инструктирование, также является тем, что помогает делать искусственный интеллект. И это должно быть динамически произведено, потому что стадии изучения меняются, и мы должны корректировать соответствующим образом образовательную траекторию и контент. При этом человек в этой системе играет тоже очень важную роль. Мы не планируем искусственный интеллект использовать, заменив им, учителя человека. Учитель человек – очень важный элемент в аудитории, который позволяет наращивать уверенность и делать не только в академических блестящих результатах, но и в жизни, и в том, чтобы человек себя уверенно и комфортно чувствовал в жизни. И для этого человеческий фактор неизменим. Первый наш шаг – это попытка оценить… Позволю себе использовать это слово. Мы не оцениваем студента, а хотим узнать больше о каждом студенте, о каждом учащемся. Мы проводим что-то типа сканирования, при этом пытаемся добиться как можно большей точности при минимальном времени. Далее мы пытаемся оценить сильные и слабые стороны, уровень знаний каждого учащегося, и дальше связываем это к предоставлениям контента. Контент, который предоставляется учащемуся, должен соответствовать его способностям. Допустим, максимум – это 100%. Но студент может на данный момент, вот в данном сегменте образовательного процесса добиться 50%. И вы видите такой серьезный разрыв между тем, что хотелось бы, тем, что реально есть. И мы используем контент с уровнем 10-20% от 100%, чтобы соответствовать возможностям индивидуального студента. И это не стандартизированный контент, он индивидуальный. И мы устанавливаем цели обучения для каждого класса, для каждого учащегося, потому что знаем, что ни у одного не совпадет траектория обучения, поскольку они могут траекторию познания иметь разную, и темп обучаемости разный. В процессе обучения сама система продолжает отслеживать учебное состояние каждого учащегося, и делается это для того, чтобы повышать постоянно уровень каждого студента учащегося, и также для того, чтобы оптимизировать траекторию обучения для выбора наилучшего варианта учебного плана для данного студента. Нет того, чему возможно научить. Нужно просто нащупать правильный способ научения. Стратегически нам необходима траекторию для каждого студента пересматривать в индивидуальном порядке. Никакого нет единого стандарта, единой мерки для всех. Когда мы говорим о точках знаний, некоторые, допустим, суперстуденты, они всегда есть в каждой аудитории, но есть и среднего уровня учащиеся в классе, и вот мы видим, что у них, возможно, 80% контента освоено одинаковым образом, каждый из учащихся освоил на 80% контент, но точки знаний при этом у них будут разные, то есть их сильные и слабые струны будут распределены по-разному. И вот алгоритм позволяет нам провести анализ данных для того, чтобы каждому из студентов предоставить материал, исходя из его сильных и слабых сторон. То есть если мы видим, что он освоил на 80% материал, то можно вот это не повторять, что у вас уже хорошо получается, это ваша сильная сторона, а вот этому поучиться. Если вы уже научились, изучили таблицу умножения, зачем вам снова и снова ее повторять? Это избыточно, это не необходимо для учащегося, это только демотивирует. Для нас исключительно важно отследить, что, возможно, человек не усвоил ранее. Иногда и такая бывает ситуация. Учебный контент для любого учащегося в настоящий момент может не являться проблемой. Может быть проблема в том, что то, что они изучали раньше, они не усвоили в достаточной степени. То есть они в шестом классе не очень хорошо учились или что-то забыли, и поэтому не могут решать задачи в восьмом классе. Иногда бывают люди, которые медленно учатся. Для них существует огромный разрыв между ними и отличниками условными, тем, кто быстро обучается. И вот иногда я проводила собеседование с преподавателями и с учащимися, и вот что интересно. Практически одна и та же проблема возникает. Так много всего, чего они не знают, что непонятно, с чего начинать. И тогда начинают с начала. Вот с самого начала. А с какого это начала? Где я проводила интервью с одним студентом, и один студент ответил на вопрос, да, учителя, живые учителя могут со мной общаться, и я, кажется, при этом чувствую. Но когда мы говорим об оценках, если меня учитель спросит, я даже не знаю, что думала и в чем у меня трудности, в какой области. И у меня нет ответов. И тогда учитель оценивает, меня дает какой-то тест, чтобы проверить, что человек усвоил, а что нет. Но поскольку... Есть такие студенты, которые не успевают во многих направлениях и предметах. Это все достаточно сложно, и всегда учитель начинает рекомендации такие, начинайте с самого начала осваивать материал, с нуля. И в таких ситуациях студенты мне говорят, что, да, осваивание с нуля, ну, и даже если когда говоришь учителю, ну, я уже вот это освоил, и вот этот элемент освоил. Тем не менее, у каждого учителя свои привычки, даже в этом зале, да, я думаю, у всех свои привычки. У нас определенная логика преподавания, и мы думаем, что мы, как учителя, преподавая предмет, таким образом мы помогаем студенту научиться. Но, тем не менее, может быть, потребности студента не такие, как у нас, понимание его потребностей. И в цифре понимание и индивидуализация этого процесса обучения очень важна. И мы должны, опять же, вернуться к вопросу о способностях. Мы должны провести анализ сильных и слабых сторон. Мы должны построить все эти оценки знаний для того, чтобы студенты улучшили свои показатели, чтобы они могли вернуться в процесс обучения и наверстать эффективно материал. Еще один пример, который я хочу поделиться. Это класс 10-12 учеников. Итак, у нас был проведен расчет, сколько времени каждый студент тратит на освоение одного материала, какого-то контента. Например, один студент 1600 секунд, другой 3989 секунд. И если мы отталкиваемся от того, что все перед всеми стоят одинаковые задачи, и кто-то быстрее справляется, кто-то медленнее, тогда здесь ответ заключен не в умении решить, а как скоро это решение человек находит. Например, мы можем дать оценку за один вопрос, но если мы можем эту задачу оценивать один с оценками в зависимости от того, что мы измеряем, все зависит от каждого отдельного студента. И здесь могут быть разные параметры оценивания. Например, освоение материала. Может быть, мы хотим предоставить студентам один и тот же контент, чтобы они осваивали его одинаково, чтобы общие какие-то были результаты. Но даже с одним студентом она, например, девочка, это показывает разные результаты. и удивительно, в тех оптах, которые мы ставили, мы видим достаточно интересные примеры. Пусть у нас будет какой-то неуспевающий студент, но он осваивает быстрый какой-то материал, быстрее, чем очень умный студент. И мы думаем, что иногда очень сложно понять, оценить, так скажем, интеллектуальные способности ученика. И я вообще ненавижу использовать вот эти слова. Ну, бывают такие концепции у нас или понимание, что слабый ученик, он слабый во всем, но я считаю, что это неправда, и у каждого разные таланты, просто они в разных областях. и искусственный интеллект, он адаптируется к процессу обучения, и это система, которая помогает студентам двигаться в своем ритме и темпе и осваивать материал. То есть это не единая какая-то скорость стандартная для всех, нет вот этой обязательной скорости для всех. Таким образом, мы также используем большие данные, провели много опытов, у нас много разных обучающих центров в разных городах. И что я хочу с вами обсудить, это система MCM. Она отличается от адаптивного обучения искусственного интеллекта. Когда мы говорим об адаптивном обучении, мы обычно говорим об успеваемости, а когда мы говорим об образовании, это не оценка, не получение знаний, о жизни и применении этих знаний в жизни. И мы культивируем, так скажем, креативность, независимое мышление и способность решить какие-то задачи. И у каждого студента, ученика свой способ мышления. Даже если у нас есть какие-то общности, у нас, тем не менее, разные возможности и способности решать задачи. и при решении одной и той же задачи, каждый будет пользоваться разными методами. Например, стратегия, как выиграть войну. И здесь не обязательно нужны крепкие мышцы, здесь нужно стратегическое мышление, чтобы решить этот вопрос. И если я себя тренирую, так скажем, накачаю мышцу, но в жизни, при столкновении с жизненными проблемами, все равно буду выбирать другие методы решения. Например, вы же не хотите в ножевой бой вступать, если у человека огнестрельное оружие. И такая система MCM System это система Тома Митчелла из CMU, не знаю, слышали вы о нем или нет, и он крестный отец, так скажем, машинного обучения. Так вот, он нам помогает, как сделать этот прорыв, как объединить мышление, методологию. И здесь, на этом слайде мы говорим о применении мышления математики, разной методологии, разные возможности, еще возможности, примеры по методологии теперь немножко. Нас приглашают участвовать в разные ТВ-программы, и это пример канала, первого канала Китая, и здесь машина, так скажем, лучшие результаты показали в сравнении с людьми, и недавно была программа, в прошлом месяце, очень особенная программа, мы применили эту технологию для того, как мы можем использовать нашу базу данных. У нас шесть людей было, у каждого свой род деятельности профессиональной, и мы их поместили в черные ящики, и они давали ответы на те вопросы, которые мы им задавали. А искусственный интеллект, система искусственного интеллекта должна была на основе их ответов ответить, у кого какая профессия, то есть определить род деятельности того или иного человека. То есть у нас был ученый, журналист, певец, юрист, аквилонгист и бухгалтер. ну в общем у всех разный был род деятельности и мы специально подобрали такой состав. И здесь вы видите система МСМ по ученому сказала, что у ученого лучшие навыки анализа данных, а если посмотрим сюда, то здесь сценарные навыки и навыки упрощения, то есть ученый очень хорошо суммировал например какие-то ответы. А теперь посмотрим, что же у нас по аквалангисту. Здесь у нас был чемпион, так скажем, по подводному плаванию Китая и у него были очень хорошие навыки воображения, что подчеркивает, что эти ответы на вопросы, которые мы задавали нашим героям, мы анализировали их и генерировали такие вот отчеты этой системой. Что касается бухгалтера, какие навыки у нее были сильные, система нам выдала следующее. Система все проанализировала. И программа эта телевизионная попросила нас, если ваша система искусственного интеллекта будет успешна, идентифицирует двух из шести, то как вы думаете, сколько наша система выявила в соответствии систему угадала всех шести участников? Да, конечно, этот опыт и разный опыт, который мы ставили, у нас не было такого ожидания, что все будет на 100% точно, но тем не менее, мы приняли этот результат и мы видим, что для искусственного интеллекта важны данные, информация, и мы не искусственно какие-то данные даем этой системе, это жизненные данные и это будущее, поскольку система отслеживает и может анализировать реальные данные. У нас также были опыты, мы тестировали близнецов, близнецов двух, трех человек, даже четверых. мы смотрели на то, как они учатся, и естественно каждый учится по-своему, есть разница, и результаты были разные у этих близнецов. Голубым цветом здесь показаны результаты младших, фиолетовым это старшие из близнецов, даже в случае с близнецами мы видим разные результаты по обучению, и эти два мальчика, это два сына, нашего основателя, они во втором классе, и у них уже там физика даже, но тем не менее, вы видите, что адаптивное учение искусственного интеллекта это не какая-то фиксированная концепция, если вы разумные, умные в каком-то направлении, вы можете и дальше развиваться, но если вы в каком-то предмете, так скажем, не блистаете, да, вы не будете звездой, но тем не менее, есть возможность осваивать материал в своем темпе, и мы стремимся к тому, чтобы дать детям такую возможность учиться в этом своем комфортном темпе. Еще один тест, который мы провели, это один из наших студентов, у нас, конечно, мы проводили разные исследования, и еще один пример хочу обсудить с вами, это наш основатель, точнее, его водитель, он работал с Дериком годами, этот водитель, и у него дочь, и прежде до этого тестирования, Дерик ему сказал этому водителю, давай посмотрим, как дочь твоя с этой системой будет учиться, система бесплатна будет, и я должна сказать, что мы для, так скажем, бедных семей предоставляем бесплатный доступ, у нас есть определенная программа, то есть для нас важная задача, это помочь студентам развиваться, расти, и после нескольких месяцев обучения, вы видите, у этой девочки с 2016 за июнь, сентябрь, октябрь, за несколько месяцев она совершила большой прорыв, и ей это помогло поступить в более лучшую школу, старшую после этого обучения, но тем не менее оценки, опять же, это один аспект, то, что я выше этого ставлю, это блеск в глазах студентов, а не просто их оценки, например, эта девочка поделилась с нами тем, что у нее не было даже понимания, что у нее есть потенциал и способность стать одной из лучших в классе, она даже не подозревала о том, что она может быть отличницей, до тех пор, пока она не узнала об этом, проходя процесс обучения через эту систему, ведь, если честно, образование это не только оценка, важнее радость в глазах и достижение для меня, вот этот подход в первую очередь об эмоциях и результатах, и да, у компании очень сильный энтузиазм в этом отношении, мы участвуем в разных международных конференциях, подаем также документы в заявке на участие в конференциях и иногда достаточно непросто заниматься этой деятельностью, поскольку мы бизнес-организация, у нас очень много сотрудников, непосредственно 100 сотрудников, которые занимаются, так скажем, административными вопросами, хотя мы в НИОК, то есть я, например, занимаюсь разработкой продукта, но тем менее моя задача входит и оценка успеваемости, то есть внутри компании достаточно жесткие требования, что мы должны достигать успеха и развиваться и выполнять большие задачи. И мы привлекли в нашу компанию лучших ученых по искусственному интеллекту, как вы видите на слайдах, Дэн Бинван, он, например, он был сооснователем с Алексом. и мы видим, что талантливые люди, я всегда считаю, что профессионалы, эксперты, они крайне важны для технологических компаний, поэтому и мы стремимся привлечь топовых талантов, экспертов из разных стран, и вся наша команда, это не просто китайцы, это не какая-то локальная компания, мы действительно международная глобальная компания, вы видите Тома Митчелла здесь, также у нас Кью Кодингер, это профессор, который опубликовал сотни работ по адаптивному обучению, также система репетиторства была адаптирована по его работам, то есть мы никогда не останавливаемся, мы продолжаем искать таланты, смотрим на область искусственного интеллекта, это прошлый ноябрь, здесь мы с Томом Митчеллом, он к нам присоединился, у нас есть совместная лаборатория с университетом СИМЮ, и также мы реализуем программы, даже может быть еще продукт итоговый пока не готов, но тем не менее мы реализуем проекты, активно разрабатываем разные технологии в области искусственного интеллекта и образования, особенно в области адаптивного обучения, и это не только СИМЮ, годы назад мы совместно с СИМЮ создали совместную лабораторию, и сейчас у нас две программы, первая это по мозговым волнам, другая по МРТ, и мы смотрим, как мы можем применить эти технологии для искусственного интеллекта и адаптивного обучения, и да, у нас вот эта совместная лаборатория, наша Китайская Академия наук, и правительство Китая действительно поддерживает предпринимателей активно, и мы проводим определенные эксперименты при поддержке правительства. Уже упоминалась эта конкуренция между людьми и машинами, и у нас тоже такие конкурсы были, и как неудивительно, учителя, так скажем, искусственный интеллект победил реальных людей, учителей, и мы не можем сказать, что мы не знаем, почему это произошло, мы знаем, почему так произошло, но что для меня интересно, это не оценка, не баллы, которые набрали эти машины, здесь скорее интересно, среда обучающая, даже за то же самое время студенты могут вынести для себя больше и лучше усвоить материал благодаря такому учителю на основе искусственного интеллекта. Нет, конечно, мы не говорим о том, что искусственный интеллект заменит живого учителя, живой учитель, это очень важно, и наши центры, про которые я говорила, свыше двух тысяч центров по всей стране, это реальные центры, а не просто онлайн платформы, это центры, где реально идет обучение, и наша цель это не просто обучать студентов роботами, нет, мы стремимся не к оценкам, а к мудрости и знаниям, которые мы передаем нашим студентам. Еще буквально момент, я помню, как-то регистрировалась при заезде в гостиницу, и была карточка, я читаю там, я читаю этот каталог, картинки, и вдруг меня впечатлила картинка, там ребенок был на картинке, и он говорит, если бы я был царем, не было бы бедных и несчастных людей в мире, я бы хотел, чтобы все были счастливы, и меня впечатлила эта картинка, прям за живое задело, и действительно, почему у нас Squirrel AI существует, это не потому, что мы хотели запустить какой-то бизнес, а именно потому, что у нас было видение и миссия у нашей команды, именно это нами двигало, поскольку, если бы это было чисто о бизнесе, мы бы успокоились намного раньше, открыв определенное количество центров по стране, но мы стремимся к тому, чтобы искусственный интеллект и адаптивное обучение дополнило то, что дает живой учитель, и помочь студентам, ученикам обучаться эффективно, результативно, так, чтобы не было недостатка в доступе к образовательным ресурсам, к учителям, для того, чтобы у всех студентов, независимо от их достатка происхождения, был доступ к возможностям получения образования, получения знаний и мудрости, для того, чтобы жить в своем.